Всем привет! Сегодня я начинаю свою последнюю рукодельную неделю в марте. Да, уже даже целый март подходит к завершению. И у меня она начинается, может быть, неожиданно. Ну, по крайней мере, даже для меня самой начинается неожиданно. Потому что я на прошлой неделе закончила вышивать романтику от Новослободы. А романтика у меня участвовала в игре «Вышит всё 2023» в моей же игре, которая проходит у нас в группе ВКонтакте. И мне нужно было придумать, взять что-то на замену Новослободы. По сути, у меня было два претендента, потому что в основном все большие мои работы, они уже участвуют в этой игре. И из работ таких немножечко поменьше, которые не принимали пока там ещё участие, у меня было всего две. Это «Лемур» от Юлии Леоновой по авторской схеме. И это «Индианка» от «Панны». Вот таких было у меня два варианта. Я решила остановиться на «Лемуре», потому что в нём больше вышивать. И ещё в «Индианке» там вот эти все украшательства и всё прочее. Что мне будет их, наверное, посложнее, может быть, как-то считать. Ну, в общем, выбрала я «Лемура». И как раз выпала именно «Шестёрка», под которым теперь у меня будет жить какое-то время «Лемурчик». Поэтому именно на «Лемуре» мне нужно будет вышить тысячу крестиков. Здесь сейчас у меня вышито совсем немного, там, по-моему, в районе 10%. Ну, то есть где-то тысячи полторы, наверное, примерно здесь вышито. И я буду продолжать дальше вышивать. Давайте я оставлю картинку хотя бы, да, напомню, что у меня должно получиться. Вот такой милый-милый «Лемурчик». И сейчас я у него пока вышиваю хвост, начиная снизу, да, эту работу. Мне ещё предстоит здесь заполнить вот эти вот пустующие пространства в хвосте, вышивать такими самыми светлыми, в данном случае оттенками серого. Потом продвинусь сюда и, надеюсь, там, может быть, у меня сейчас перед глазами картинки нет, поэтому я не очень помню, удастся ли мне вообще, стоит ли как-то рассчитывать на то, что я доберусь до носочков у «Лемурчика» в этот раз. Но мне хотелось бы в скором времени добраться до вот его очень милых носочков. Но пока у меня в планах хвост и, как минимум, тысячу крестиков я должна на этой работе сделать. Если сделаю больше, это, конечно же, прекрасно, всех это порадует, особенно меня. Но вот тысяча – это тот минимум, который мне необходим. Что я ещё буду ушивать на этой неделе? Я решила, что на прошлое я не добралась до птичек, но всё же мне хочется тоже уже завершить весеннюю птичку и отложить эту работу. Это сейчас процесс, в котором мне меньше всего нужно вышить. Ну, если мы берём отдельную, да, вот эту птаху, зяблика, две с чем-то там, точно не помню, нужно вышить. Ну, может, две с половиной, грубо говоря, берём. Может быть, больше, может быть, меньше, вряд ли. И сейчас у меня птичка готова вот так. Вышивается процесс очень классно, прикольно. И, конечно, мне тоже хотелось бы в нём максимально много сделать, ну, сколько получится, да. Помимо этого, я решила из больших работ ничего не брать. Лучше, если у меня, ну, будет такая возможность, я лучше на этих поушиваю побольше. Как-то вот сейчас мне хочется чуть больше сосредоточенности на каждом из процессов. То есть, не прям их там в день менять, да, по несколько штук, а, может быть, где-то пару дней уделять одному процессу. Всё-таки тогда продвижения такие более заметные. Ну, я не знаю, надолго ли это. Ну, вот сейчас пока вот так решила. Но, помимо этого, как вы понимаете, я буду продолжать вышивать яйца вот за пресс-куллер. Мне здесь осталось вышить два яйца, вот этих вот нижних. Про среднее я вам в прошлый раз всё рассказала. Значит, и следующее у меня будет вот это вот с петушком и цыплятками. Вот петушок, цыплятки, цветочек. Ну, в общем, такое вот милое яйцо. Это моё предыдущее, которое вышивала на прошлой неделе. Теперь за эту неделю нужно вышить вот это вот с петушком. Оно побольше. То есть, если вот это было 990 крестиков, в этом больше 1000. Точно не помню, что-то 1100 с копейками, по-моему. Ну, и по возможности буду вышивать вот эту птичку от Оксаны Ершовой. Здесь как бы получится её вышить за неделю здорово, не получится ничего страшного. Но я поняла, что вот мне лучше, когда эта птичка тоже рядом под рукой лежит. Если что, я могу взять, поковырять там одну-другую ниточку крестиков, вышить между делом. Вот такие у меня планы. Ну, основные, конечно же, работы это лемурчик. Это стартануть вот это яйцо. Ну, и повышивать птичку тоже сколько получится. Но мне хотелось бы не меньше 1000 тоже в ней сделать. Ну, а если получится больше, то замечательно. Ну, и потом мы с вами обязательно встретимся. Давайте посмотрим на мои продвижения и выберем задание из ваших комментариев. Мне очень интересно, потому что в этот раз, может быть, выпадет старт. Я пока ещё не знаю. Я пока ещё даже не выложила предыдущее видео. И, соответственно, вы не писали к нему комментарии. Я не знаю, кто за что будет голосовать. Но мне почему-то кажется, что за старт голоса будут. Поэтому шансы тоже будут. И мне нужно быть готовой к этому. То есть, соответственно, мне нужно как-то подумать, как же я буду выбирать, что я буду выбирать. Будет ли это рулетка или я сама приму решение. Пока у меня есть парочка дней заранее подготовиться. Хотя, может быть, конечно, старты не выпадут. Кто знает, я думаю, что за другие работы, за текущие тоже голосов будет достаточно много. Посмотрим. Пока у меня план есть. Буду его выполнять. Ну вот так продвинулся мой лимурчик. Я думаю, что вы заметили, что он продвинулся. Потому что мало того, что хвост теперь полностью готов. Это может быть не столь заметно. Но и появились вот эти яркие пятна. Это его носочки. И светерок здесь уже тоже появляется. Сейчас вставлю вам сбоку картиночку, чтобы нагляднее было. Здесь у него ноги будут еще серенькие. Ну, в общем, сейчас уже серого все-таки не так много мне предстоит вышивать. Потом, конечно, голова. Но там все-таки мордашка там поинтереснее. На хвосте я немножко устала. Дошивала вот эти все серые оттенки. Более светлые. Да, вот эти полосочки вышивала. И прям ждала, когда же они у меня закончатся. Когда же я смогу перейти к ярким ниткам. И когда я перешла к носочкам, вот здесь я прям готова была продолжать и продолжать. В общей сложности я вышила 1172, по-моему, крестика. И 20% в этой работе теперь готова. Мне нравится. В этот раз у меня хорошо шьется на мурана. Ну, может быть, не везде мне нравится, как крестики укладываются. Но в целом достаточно приятно вышивается. Пятнышки вот эти, ну, я думаю, кто шил, знают. Они как бы немножко дырочки закрывают. То есть эти пятнышки, они поверх ткани нанесены. И иногда из-за них плоховато видно переплетение нити. Но это не так страшно и не так сложно. В общем, все нормально. Очень я довольна своими продвижениями. Очень я довольна этими носочками чудесными. Хочется, конечно, еще на них бэкстич сделать. Но это уже позже все-таки. Когда немножко побольше, выше, тогда на каком-то таком уже значимом кусочке сделаю бэкстич. Вот. Здесь у меня отмечен центр. Ну, я почему-то не убираю эту меточку. Вот так просто остается. И вот видно, что скоро уже до середины по высоте я доберусь. Вот. Такое продвижение. Также я вышивала птичек. И здесь тоже я работу продвинула. Но продвинула не так хорошо, как мне хотелось бы. Все-таки я рассчитывала, что я тоже хотя бы на тысячу крестиков продвинула. Ну, в общем-то, елеморчика. Думала, может быть, там получится больше продвинуть. Но, видимо, мои рекордные дни закончились. И уже не так получается активно вышивать. Но все равно работы движутся. И, в принципе, движутся хорошо. Поэтому не будем уж придираться к себе. И здесь у меня получилось вышить 760, по-моему, крестиков. Тоже неплохой результат. Получилось так, что в этот раз я дошивала какие-то отдельные небольшие группки крестиков. Там типа два коричневых, там два бежевых. Вот было из того, что мне запомнилось. И какой-то цвет, например, дошивала там что-то пять крестиков. Но это, видимо, просто у меня ниточки в прошлый раз не хватило. Ну, то есть какие-то такие моменты были. Но были и цвета, которыми вышивалось довольно много. Это вот всякие зеленые оттенки. Здесь ими прям так хорошо вышиваются. Приличное количество. В принципе, верхнюю вот эту вот часть, то, что находится выше птички, вот здесь, у меня вышито все, кроме вот этих красных бутончиков. То, что касается вот ниже, здесь получается вот так, наверное, у меня уже все вышито. А вот здесь мне еще много вышивать. Вот эту веточку я только-только начала. И вот здесь тоже листочки у меня. Только ветка тоже подходит. Листочки только начались. Вот здесь вот, да, только начатые листочки. И вот эта вот веточка соцветия, она тоже только-только начата. То есть здесь еще примерно что-то в районе полутора тысяч крестиков мне вышивать. Может быть даже немного больше. Ну вот как-то так. Быстро не получается. Хотя вышивается с огромнейшим, опять же, удовольствием. Все классно. По-прежнему наслаждаюсь процессом. Я очень даже довольна всем. Но вот как-то разогнаться не получилось в этот раз. Также еще помимо этой птички я вышивала вот такую птичку от Оксаны Ершовой. Уже четвертую. И здесь я сделала все крестики. Вот. Так что надеюсь, пришью бисер. В конце недели покажу вам уже снова готовую птичку. Все у меня. Птички со всех сторон просто. Вот в этот раз лемурчик, конечно, не птичка. Но вот все остальное. Это птичка, это птичка и вот это тоже птичка. Вышивала я яйцо еще. Хорошо, в общем-то, я повышивала яйцо. Может быть из-за этого у меня и вот птичка от Анкор не очень сильно продвинулась. Потому что я довольно много внимания уделила этой работе. И здесь у меня, по-моему, 720 крестиков уже вышито. То есть это больше половины. Давайте так вам тоже поближе покажу. Больше половины в этом яйце уже готово. В нем больше тысячи крестиков. Но по-любому уже все равно где-то, наверное, две трети или около того вышито. Поэтому буду дошивать это яйцо, буду дошивать эту птичку обязательно. Здесь вот это яйцо мне вообще нравится вышивать. Почему-то очень как-то легко оно вышивается, интересно. И мне нравится вот эту вот сеточку делать. Вот в этом подсолнушке и вот здесь тоже в петушке. Петушок пока такой смешной, потому что у него еще нет лица, так скажем. Ну, то есть нет клюва и вот этой вот бороды. Да, его тоже нету. Но обязательно продвинем, обязательно сделаем. Вот такие у меня продвижения за первую половину этой недели. И теперь давайте будем выбирать задания из ваших комментариев. Посмотрим, что мне выпадет и расскажу, какие планы на ближайшее будущее. Так, вставляем ссылку. В этот раз вы голосовали. Так, 206 комментариев на данный момент. Спасибо вам огромное. В этот раз много прям комментировали. Мне было очень-очень приятно. Такие прям развернутые были комментарии. Много интересного я прочитала. Например, мне несколько советов дали по использованию ниточек от набора от Новослободы. То есть там такие специфические нитки. Мне сказали, что ими, например, хорошо что-то сметывать. Хорошо где-то ремонтировать одежду, например. То есть они такие на шейные нитки похожи. Поэтому да, я думаю, что действительно они для этих вещей подойдут хорошо. И много вообще было комментариев по поводу того, что радость, что романтика закончилась. Да, по разным причинам. Тем не менее, мне все было очень интересно, приятно почитать. За что же вы голосовали в этот раз? Мне показалось, что было много голосов за Ангела и за Индианку. Потом за Птичек тоже, за Птичку от Анкор были голоса. За Шале, по-моему, многие как-то голосовали в этот раз. И за Лемурчика. Вот мне кажется, это те процессы, те работы, за которые было наибольшее количество голосов. Но, как обычно, были разные. И что меня удивило, это то, что относительно немного было голосов за новые старты. То есть я, честно говоря, думала, тем более, что в предыдущие разы я спрашивала, уменьшать ли мне коллаж, добавлять ли туда новые весенние планируемые работы или не добавлять. И большинство сказали, добавлять, значит, надо, чтобы они там были. Но при этом за старты голосовали очень немного. Я удивилась. Ну, в общем, шансы, как всегда, есть у всех работ, я думаю. И давайте узнаем, что же ждет. Так, так, так. Обрабатываемся. И давай что-нибудь самое интересное и самое нужное в данный момент. Так. Леди Сноу. Ольга, поздравляю с финишем и рекордом. Спасибо огромное. Спасибо вообще всем за поздравления. И голосую за Лемурчика. Спасибо, Леди Сноу, вам за комментарии. И я думаю, что Лемурчик будет вам весьма благодарен. Так, что у нас тогда получается. Тогда получается, что я продолжаю вышивать Лемурчика. Еще на тысячу крестиков он прибавится. И я надеюсь, что мы с ним достигнем отметки в 30%. Но посмотрим. Там, конечно, тысяча крестиков это не 10%. Надо немножко больше вышить тогда, чтобы 30% достичь. Но, может быть, у нас с ним получится. Хотя сейчас мне предстоит опять все-таки, наверное, перейти в серость. Можно, пожалуй, чередовать. То есть вышивать, например, вот эти серые ноги. И чередовать с ветерочком. Но посмотрим. Возможно, все-таки удобнее будет сосредоточиться на чем-то одном. Но в любом случае буду его продвигать. И должна буду продвинуть его на тысячу крестиков. Что я еще хочу делать на этой неделе? Я хочу продвигать зяблика. И в идеале, конечно, завершить его. Это прям было бы изумительно и прекрасно. Как я сказала, мне здесь осталось примерно полторы тысячи крестиков. Вообще-то он вышивается легко и приятно. И, в общем, я вам только что все об этом рассказывала. Поэтому я надеюсь, что у меня такой шанс есть завершить зяблика. В общем, вы там за меня болейте. Может быть, у меня все получится. Если у меня останется время после лемурчика и зяблика, то я бы хотела взять еще одну работу. Я думала о том, что же мне хочется. Мне хочется на самом деле многое. Потому что я сейчас просто получаю удовольствие, по-моему, от всех своих работ. Да, они разные. Какие-то мне чуть тяжелее вышивать. Но все равно мне нравятся они все. И я решила пойти следующим путем. Я посмотрела, какая из работ у меня не вышивалась давно. Ну, вот наиболее давно, да. И оказалось, что у меня в марте, то есть сегодня у меня какое там получается 27-ое, кажется, марта у меня сегодня. То есть март заканчивается. Вот уже совсем последние деньки марта. И, как выяснилось, я вышивала все работы, кроме одной. И я думаю, что нужно восстановить справедливость и повышевать хоть сколько-нибудь в ней. Поэтому я возьму вот этот дизайн, этот сюжет от фирмы Lety Stitch, Ангел. И с удовольствием мне безумно нравится тоже эта работа и процесс сам тоже. Вот так у меня сейчас выглядит то, что у меня готово. Готово у меня тоже здесь примерно 20%, по-моему, насколько я помню. И я хочу продвинуть, ну, насколько получится. Потому что все-таки мне нужно будет сделать здесь тысячу. Очень хочется дошить зяблика. И вот надеюсь, что сколько-то времени у меня останется для Ангела. Это было бы замечательно, если бы я его продвинула хоть на какое-то количество крестиков. Ну, я так надеюсь, что крестиков 500 ему достанется. Вот такие у меня планы на ближайшее будущее. Ну, и, конечно же, конечно же, нужно дошить яйцо и пришить бисер на птичку. Вот такие у меня продвижения. Старты пока откладываются. А я уже даже рулеточку себе заготовила, между прочим, чтобы выбирать старт. Ну, ладно, значит, пока ждем. Может быть, в следующий раз чего-нибудь и начнем. Ну, вот и подошла к концу моя рукодельная неделя. И, на самом деле, не только неделя, но целый месяц подошел к своему завершению уже. Сегодня у меня 31 марта. Да, первый месяц весны закончился. Как же быстро летит время. Ну, ладно, это вечная тема. И что у меня получилось сделать? Я повышевала лемурчика. Вышила здесь в этот раз снова больше тысячи крестиков. Я вышивала опять исключительно серыми оттенками. И благодаря этому у него появились вот ноги, коленочки. Конечно же, были у меня мысли по поводу того, чтобы перескочить на какие-то яркие цвета. Но все-таки я решила, что будет удобнее, логичнее вышить сначала вот ноги, потом уже переходить вверх. Вообще, у меня было желание добраться до 30%. Но когда я уже полностью вышила от ноги, посмотрела, оказалось 29,9% готова. Думаю, ну ладно, пусть так и будет. Даже вот здесь вот такую полосочку черными ниточками я тоже вышила. Ну вот получилось 29,9% решила я на этом остановиться. Как видите, почти что добралась до середины по вертикали. И дальше уже точно буду вышивать яркий цветерок и радоваться этим красивым ниточкам. Но надо сказать, что в этот раз, когда я вышивала ноги, они у меня шли легче, чем хвост. Вот хвост здесь более сложный. Как-то, я не знаю, вот опять у меня лиса тогда от этого же дизайнера, да, вначале шла как-то тяжеловато. Здесь я не могу сказать, что тяжеловато шло. Но все-таки да, как-то вот хвост, он был более каким-то муторным. Как-то скучноватым вроде бы. Хотя цветов здесь используется даже больше, чем здесь. Но вот здесь, наверное, более какие-то продолжительные участки одним цветом. Хотя тоже тут оттенков серого много. Но, тем не менее, как-то шивалось у меня легче и проще. Получилось, что за эту неделю я вышила в лемурчике более 2330 крестиков. Вот так он у меня хорошо подрос. Так, что я делала потом? Потом я взяла птичек от Анкор с целью закончить зяблика. И я его закончила. Надо сказать, что потратила на него много времени, много достаточно сил. И в этот раз меня утомил бэкстич. Здесь мне показалось его прям очень много. Вот даже по сравнению с другими птицами. Хотя я не знаю, почему так. А, ну, наверное, знаю. Потому что вот здесь, ну, тоже мундбека довольно много в каждой птичке. Но здесь, например, обводятся листочки и ягодки. Здесь тоже листочки и вот эти вот ягодки. А здесь, помимо листочков, таких достаточно некрупных, скажем так, здесь еще много цветочков, которые полностью тоже обшиваются бэкстичем. То есть еще к листьям добавились цветы. И вот как-то все вместе показалось мне много, утомительно. К тому же здесь у листочков еще тоже прожилки. Много на каких листьях идут прожилки. Поэтому я такое чувствую, что у меня прожилки еще даже не дошиты. Ну да, ну да. Проверю. Похоже, еще придется чуть-чуть вернуться к птичке. Но ладно, это уже совсем-совсем мелочи. Конечно же, основную часть работы на зяблике я сделала. И я вот один вечер практически посвятила тому, что вышивала бэкстич и французские узелки. Да, здесь еще много французских узелков. Ну не так, что прям сильно много, но тоже есть. Давайте поближе посмотрим на эту птаху. Вот, смотрите, да, здесь каждый лепесточек обводится бэкстичем у этих цветов. Причем здесь это все разный бэк. Там таким серым цветом обводятся цветочки, зеленым, таким темно-зеленым обводятся листья, прожилочки более светлым. На птичке тут тоже несколько оттенков бэка. Здесь есть и коричневый, и черный, и белый. В общем, тоже разные. И французские узелки, вот можете увидеть в серединках цветочков, они разного цвета. То есть вот здесь два оттенка желтого используются. Вот в этих цветочках тоже два оттенка желтого, но другого. Ну, точнее говоря, один совпадает с верхними цветочками, один более яркий желтый. Ягодки здесь тоже все обводятся бэкстичем, они... Здесь несчетный, чаще всего, ну, на ягодках точно. Так, что у нас еще нижние ягодки? Нижние цветочки. Здесь тоже вот французские узелки в серединках, тоже два оттенка желтого. Они особо не отличаются, честно. Как-то даже не знаю для чего. И вот здесь три французских узелка красным цветом. Мне они очень нравятся, такие симпатичные они у меня получились. И как-то прям красивенькие такие красненькие французские узелки. Желтые мне такого удовольствия не доставили. Ну, и вы можете видеть, да, сколько здесь вот бэкстича. Очень-очень много. Здесь тоже очень-очень много. В общем, с бэком, конечно, я развлекалась. Ну, и на птичке вот здесь, да, особенно. Вот здесь еще темно-серым тоже идет по хвосту. Вот здесь вот этот белый бэкстич, в общем, тоже довольно-таки большое количество. Птичка тоже объемная. Я имею в виду по количеству крестиков. И на этой неделе я вышла здесь 2327 крестиков. Она получается немножко больше, чем все остальные. Ну, видимо, за счет бэкстича она получилась именно более объемная. Почему я делаю такой вывод? Потому что когда я вышла первую птичку, у меня было готово, ну, примерно 25%. Там я сейчас точно не помню, но мне кажется, вот прям было очень-очень близко. После второй у меня, по-моему, был 51%, что ли. А после того, как я вышла третью птичку, у меня 77% готово. Ну, то есть, ну, там даже 77 с чем-то. Ну, то есть, наверное, за счет бэкстича она все-таки получилась такая более объемная. И теперь получается, что верхняя птичка это самая легкая часть мне остается. Возможно, здесь даже по картинке самой так можно судить. Потому что, ну, вот эта вот средняя часть полукрестом, она у всех примерно одинаковая. Но вот у этой птички здесь, видите, тут много пустого какого-то пространства, такого незаполненного. Здесь у всех этих меньше, как мне кажется. Ну, в общем, тоже она не скажет, что прям глобально отличается. Но там немногим больше 4000 крестиков остается. Но они у меня откладываются на лето. Так, в общем, вот это я сделала. Считаю все равно эту птичку законченным. Даже если там несколько стежков чего-то не доделано, это не страшно. Ну, и давайте пойдем дальше тоже по птичкам. Я вышла следующее яйцо от The Prairie Schooler. И теперь у меня готово 6 из 7. Так что осталось мне здесь вышить только одно яйцо. И я с удовольствием на следующей неделе, надеюсь, это сделаю. Я уже заказала ткань для оформления пинкипов. Я посмотрела у себя. У меня нашлась из такого более-менее подходящего. Только черная в белую звездочку. Ну, в общем, заказала я другую ткань для оформления. Она уже ко мне практически приехала. Я заказала на Wildberries. И она уже в городе. Но еще не на моем пункте выдачи. Поэтому вот ближайшие деньки заберу. И думаю, что постараюсь по-быстрому оформить. Ну, как по-быстрому? Ну, в начале апреля постараюсь я оформить эти работы. Вышивалось вот именно это яйцо легко, приятно. То есть здесь каких-то сложностей не было. И я вам говорила, что мне понравилось вышивать вот эти вот решеточки. Здесь вот в цветке и в петушке. Да, это был прям самый такой мой любимый момент. Что еще? Ну, такие голубоглазые все. Здесь птички и петушок с голубым глазом. И цыплята тоже все голубоглазые. Честно говоря, немного странно смотрится. Но я решила вышить так, как по схеме. На петушке, кстати, как-то более логично. Может, потому что он сам синим изображен. А вот желтые цыплята с голубыми глазами смотрятся немного странновато. Но ничего. Бэкстича в этом яйце было совсем чуть-чуть. Только вот здесь завиток и вот здесь два завиточка. Так что, ну, вот такое было несложное. В общем-то, это яйцо. В общем, здесь я тоже закончила. Это яйцо было тоже довольно-таки крупное. 1149 крестик. В нем вот следующее, которое у меня осталось одно, в нем будет поменьше. Что я еще сделала? Я дошила птичку от Оксаны Ершовой. Это уже четвертая у меня птаха. Так вам покажу. Четвертая птичка я пока... Ой, я правда не приклеила задник. Но я обязательно это сделаю. Они же у меня все есть вырезанные. Это замечательно. Поэтому осталось только просто приклеить. Вот. Четвертая очень красивенькая, нежная птичка. У меня появилась. И осталось мне вышить одну. Она как-то вот пятая. Она очень сильно... Возможно, она даже была первая у Оксаны. Когда вот выходили эта птица. Это у меня. Она осталась последней. Она отличается по цветам от всех вот этих. А я, честно говоря, не очень хочу, чтобы она так сильно выбивалась по цветам. Поэтому я возьму немного другие оттенки. Но не так глобально отличающиеся, как они идут в схеме. Вот. Ну, мне хочется так. Поэтому, ну, то, что у меня получится, вы, разумеется, увидите. Надеюсь, опять же, что на следующей неделе. Ну, и, в общем, тоже очень приятно расшивалась эта птичка. 557 крестиков здесь. Ну, это крестик и бисер, естественно, вместе. Вот. Симпатичная такая пташка. Видите, как много у меня птиц в этом году. Или, может быть, и в прошлом году тоже было. Ну, в общем, птицы просто все заполонили. Ну, и осталось показать вам одну работу. Вероятно, вы ожидаете, что я вам покажу ангела от Lety Stitch. Потому что я говорила о том, что если у меня останется время, я буду вышивать ангела. Но нет. Получилось все иначе. Почему? Потому что вчера ко мне в руки буквально прыгнула другая работа. И сейчас я вам покажу, какая. Вообще-то я планировала начать эту стрекозу на следующей неделе. Но вот так получилось, что я начала ее вчера. Я вчера тут кое-что у себя тоже разбирала, наводила порядок. Там ниточки кое-какие разбирала. И заглянула в коробку, где у меня лежат мои ближайшие планы. Ну, вообще с другой целью не доставать эту стрекозу. Увидела там этот наборчик и подумала, что я же планирую на следующей неделе его начать. Достану-ка я его, пожалуй. Достала. Думаю, пусть будет тут поближе. И вечером, когда уже пришло время, скажем так, вышивать, когда у меня появилось времечко на вышивку, я подумала, что... Так, думаю, что же я планировала. Начала вспоминать. Вспоминаю, что я планировала ангела. И мой взгляд падает на эту стрекозу. И возникает мысль. Ну, почему на следующей неделе? Мне хочется начать сейчас. Вот прям как-то все располагает к тому, чтобы начать сейчас. В общем, этот набор вот просто сам захотел начаться. Вот сейчас читаю вот эту фразу, которая внизу написана на наборе. Не откладывай на завтра то, что можно вышить сегодня. И вот думаю, вот именно по этой фразе у меня все и получилось. Вчера я ее не замечала, если что. Вот такая замечательная стрекоза. Мне она давно нравилась у Натальи. И когда я получила этот наборчик от Наташи, по-моему, осенью, я сразу подумала про то, что, наверное, на весну я его запланирую. Для меня этот сюжет больше весенний, чем летний. Хотя, наверное, стрекоза это больше про лето. Не знаю, честно говоря, у нас здесь не так часто можно увидеть стрекоз. Но цвета здесь очень весенние, как по мне. Поэтому мне хотелось начать вышивать эту работу весной. Что, собственно, я вчера сделала. Обзор на этот наборчик я уже делала. Но скажу вам, что 96 на 104 крестика. Здесь у нас сюжет. У меня в наборе была Линда. То есть у меня сюжет получится примерно 18 на 19,5 см. И здесь 34 чистых цвета и 33 бленда. Очень много блендов. Вчера я это уже ощутила в полной мере, что блендов действительно много. Есть уже цвета, которые я вышила полностью. И бленды, по-моему, тоже есть, которые у меня уже полностью вышиты. Ну, то есть их не так много используется. Но я думаю, что это из-за того, что я начала из центра. Ну, в общем, здесь вот схема есть. Схема на бумажном носителе. Ну, в общем, как обычно. Ключ. Но это все было не очень мне необходимо, потому что вышиваю я по электронной схеме. Здесь в наборе у Натальи есть QR-код, по которому можно скачать электронную схему. Итак, что же я вышила? Вот. Это линда, собственно, обработанная из набора. Это нитки на двух органайзерах 34 цвета. Вот таким вот образом. И это то, что у меня получилось вышить. Вот. Такая красота у меня получается. Я с огромным удовольствием. Правда, знаете, когда, наверное, ну, я думаю, что многие из вас это ощущали, когда вот начинаешь работу именно с таким вот ощущением прям «хочу-хочу», такое вдохновение. И получаешь удовольствие от всего, что происходит на конве. Как здесь рождается работа, как здесь появляется каждый крестик, полукрестик. И я тоже вчера это все ощутила. Сразу увидела как-то, ну, у меня не было этого в памяти. Может быть, когда я делала обзор, я замечала это. Но почему-то не помнила об этом. Увидела, что здесь используется полукрест в разные направления. Вот здесь на стрекозе, на крыльях стрекозы. Здесь полукрест идет в эту сторону, здесь противоположную. А на нижних крылышках наоборот. Вот так вот он расположен. Вот. По именно направлению крыльев. Красивые бленды. Есть, конечно, здесь бленды, которые используются для перехода именно. То есть, да, там близкие два цвета. И вот они складываются в какой-то дополнительный оттенок. Но также здесь есть и что-то типа такой розоватый какой-то оттенок с сиреневым. Белый с синим. Ну, в общем, такие интересные оттенки, которые очень красиво смотрятся на основе. И думаю, что они здесь скорее не для переходов, а для того, чтобы передать вот эту игру цвета, света на крыльях стрекозы или на цветочках на растениях. В общем, начала я эту работу, как я уже упомянула, из центра. Центр приходится вот примерно где-то сюда. То есть, вот здесь у меня уже голова стрекозы. Уже вот эти вот ее большие-большие глаза здесь виднеются. Что-то я тут так прям засмотрелась на то, что у меня должно получиться. И когда я начала вышивать эту работу, я вот начала отсюда, сначала у меня была мысль вышить стрекозу. Потом я поняла, что у стрекозы крылья вышиваются полукрестом. И мне захотелось вышить сначала то, что находится вокруг этих крыльев. Почему-то показалось, что так будет, может быть, легче потом ориентироваться в самих крыльях. Это знаете, когда вот два близких цвета рядом или один и тот же цвет рядом вышиваются крестом или полукрестом. Вот мне проще сделать сначала крест, а потом уже вышивать полукрест. Здесь вообще-то, если мы посмотрим на крылья, которые вышиваются полукрестом, вокруг них используются другие, более темные цвета. Поэтому не думаю, что должны быть какие-то сложности. Но вот почему-то у меня таким образом пошла вышивка. То есть сначала я начала вышивать именно крестики. То есть вот получается, что вот эти вот крестики, вот эти, вот эти вот здесь тоже, это фон, фон за стрекозой. А стрекоза, ну вот у меня ее тельце, да, получается здесь вот проявляется. Здесь тоже в тельце очень много разных цветов используется. До головы я добралась, но до низа еще не дошла. Немножко я повышивала все-таки крылья. Один цвет здесь был, им вышивались какие-то крестики и полукрест тоже. Поэтому я сразу одновременно все сделала. И кажется, еще одним каким-то дополнительным цветом тоже я повышивала полукрест. Но потом меня понесло вниз, потому что вообще-то я предпочитаю начинать работать, и вышивать снизу, и как-то, видимо, поэтому я решила, что пусть я буду спускаться вниз сейчас потихонечку, а потом уже оттолкнусь от этого низа и пойду уже вышивать полностью тут все в разные стороны. Почти что добралась до самого низа, буквально еще 4 крестика вниз у меня будет на этой работе, и все. То есть по высоте она у меня вот так вот не поместится, наверное, немного, а по ширине должна поместиться, хотя я ее чуть-чуть как-то не по центру расположила. Но думаю, ладно, если что, я подвину, если не будет входить. Ну и в самом конце уже вчера, когда вышивала, добралась до вот этого цветочка, поняла, что удобно мне уже вышивать какие-то здесь будут оттенки, и решила, что начну вышивать это соцветия, потому что потом вокруг него будет удобно вышивать вот эти вот листья, такие голубоватые такие листья. Вообще здесь вот эти краски, они очень красивые, может быть, не совсем они похожи на реальные, но мне кажется, и картинка не самая реальная, поэтому мне все очень-очень нравится. Вот, и здесь, если вы думаете, что это один цвет, то нет, это два цвета, то есть здесь есть и чисто белый, и еще бленд белого с каким-то, с каким-то, со светло-голубым. Умудрилась я еще вчера и ошибиться тоже, полностью целую ниточку, причем блендом вышивала неправильно, но, видимо, просто уже был поздний вечер, и я цифру 24 спутала с цифрой 34, точнее наоборот. Ну, в общем, долго удивлялась, почему у меня этого цвета на палетке мало. Потом поняла, что я взяла не тот цвет. Вот, ну, в общем, вот так тоже бывает. Пришлось распороть, были у меня такие шальные мысли оставить как есть, потому что там, ну, не сказать, что там прям все очень страшно, критично, но все-таки я решила, что нет, там получается темнее, здесь это будет, в реальности должно быть светлее, поэтому нужно перешивать. Вот здесь вот красивые бленды такого светло-голубого с сиреневым, тоже вот в этом цветочке получается, вот здесь. В общем, красота невероятная получается. Вышла я в этой работе, 941 крестик вчера, то есть, ну, так неплохо, до 1000 не дотянула, но здесь, в общем-то, не самая такая простая работа, в плане того, что и ниточки меняются, и бленды, и четвертинки здесь тоже есть. Ну, четвертинок совсем немного, я, по-моему, на данный момент вышла 4 штуки. Ну, полукрест тут в разные стороны, то есть, все это, конечно же, добавляет кропотливости, да, не то, что прям сложности, но нужно быть внимательной, конечно же. Так, что еще хотела сказать по ниткам? Ну, хотела, ну, красивые нитки, просто вот потрясающе красивые нитки, что тут по ним скажешь? Смотрите, вот так положу, смотрите, какая красота. И вот здесь еще дополнительные ниточки. Вот тут я начала привязывать блендом, невероятно, конечно, этих ячеек не хватит, учитывая то, что здесь 33 бленда все-таки, а ячейчек свободных 7. И вот 4 я уже подписала, осталось только 3 свободных, ну, я думаю, что найду, куда прицепить бленды. Если что, нарезка у ниток не очень длинная, она, наверное, 60 сантиметров, если я права, но, наверное, в данном случае это очень даже оправдано, потому что, ну, опять же, большое количество блендов, и для того, чтобы их складывать, сильно длинные нитки не всегда удобны. Ну, тем более, что работа не такая уж прям огромная, то есть здесь цветов много, но работа не огромная. Соответственно, когда берешь ниточку, не всегда ее можешь дошить полностью до конца, ну, хотя, в общем-то, и такое здесь тоже очень даже возможно. Полностью в этой работе 8 450 крестиков, то есть, ну, такая вот она средняя, наверное, по объему, ну, до 10 тысяч крестиков, в принципе, я считаю, работа не очень большая, поэтому, ну, на мой взгляд, эта работа тоже не очень большая. И получается, что я вышла на данный момент уже 11% в этой работе. Довольно безумно. Все мне нравится, все классно, все здорово, и прям смотрю и любуюсь, уже любуюсь. То есть, ничего не понятно. В принципе, наверное, если не знать, что здесь трекоза, то и пока еще сложно догадаться об этом. Но мне уже все очень нравится. Нашла такой самый подходящий магнитик с цветочками лаванды. Ну, по цветам он, по крайней мере, самым подходящим, наверное, оказался. Мне часто спрашивают, где я беру магнитики. И вот чаще всего я их заказываю просто где-нибудь там на Вайлберис, на Али тоже заказывала. Заказываю я именно значки или броши, они иногда называются. Убираю застежку, клею магнит. Вот это большую часть моих магнитиков составляет. Я люблю именно такие деревянные магнитики, потому что они плоские, на них удобно ложиться игла. Но, в принципе, у меня есть и другие варианты тоже. Так, ну что, вот такие у меня продвижения за эту неделю. Я очень довольна. Может быть, не так, опять же, много работ у меня продвигалось. Но зато они продвигались очень классно. Они продвигались значительно. И это, конечно, тоже меня радует. По количеству крестиков за эту неделю я вышла 7300 крестиков примерно. Так, конечно, это не 9000 на предыдущей неделе, но результат очень хороший, потому что 9000 это так, запредельно какая-то разовая акция, видимо, была. Вот, поэтому мне результат нравится. Я довольна. И давайте я оставляю вам калаш. На этой неделе у меня не вышивалось много работ. Это в лучах заката, шале, лесной сэмплер, дракон, ангел, к сожалению, не вышивался, индианка и зимняя панелька от Stony Creek. Но зато у меня очень хорошо продвинулся лемур сразу до 30 почти процентов. Здесь мне осталось, кстати, в нем вышивать 8500 крестиков примерно, так скажем. И из коллажа у нас ушли птички от Анкор. Появятся они в следующий раз только летом. Ушли они с красивой цифрой 77 процентов. И вместо них появилась стрекоза. Появилась она не с нулем процентов, как у меня бывало в последнее время часто, а сразу 11 процентов. В ней уже готово. В ней мне остается вышить еще 7500 крестиков. Вот такие хорошие результаты. Остался один такой скрытый процесс. Ну, в смысле, да, одна ячейка под какой-нибудь старт. И я думаю, что на следующей неделе старт тоже будет. Вообще возникла мысль стартовать сейчас каждую неделю по одной работе из своих планов. Но посмотрим. Не уверена, что у меня так получится. Но может быть и как-то сложится. Вот такие результаты. Я довольна. Надеюсь, что вам тоже было интересно посмотреть, провести со мной время. Как всегда, я буду вам благодарна за лайки, за комментарии. Конечно же, жду ваших впечатлений от просмотра этого видео и ваших голосов за какую-то работу на следующей неделе для голосования. Ну, а на сегодня это все. Обязательно с вами увидимся в следующих видео. Всего вам самого-самого доброго. Пока-пока.